Дорогие друзья, уважаемые участники открытия школы многодетных матерей Росатома, конечно, это замечательное событие, объединило оно вдвойне для меня замечательное. И то, что тему многодетности сегодня обсуждается, и то, что собрались люди, которых я знала много лет, и несмотря на то, что сегодня присутствуют в этом зале гости из 12 регионов Российской Федерации, из 12 городов, ощущение, что здесь присутствуют совершенно родные люди, которых я знаю много лет, и, конечно, очень рада снова приехать в Заречный, которая последний раз была 2 года назад, и поблагодарить за поддержку, которую тогда весной оказал мне Заречный. И поэтому, если какое-то обращение поступает, всегда оно тут же слышно, мы с Еленой Алексеевной сразу же включаемся в работу. Мне хочется вспомнить слова моей Даши, второй дочери. Уже издана вторая книжка ее из речений. Так вот, когда родился у меня уже четвертый ребенок, Даша играла в куколки, и вот играет с ними, потом кладет, она вздыхает. Говорит, мам, живу-живу, а детей-то все нет. Говорит, Даша, ну да, 4 года, ну просто уже вся жизнь насмарку. Мне очень хочется, чтобы многодетных семей стало больше. Я, и не только мне, я часто общаюсь с молодежной аудиторией, спрашиваю их установки на будущее. И к своему порой удивлению, иногда это для меня открытие, но каждый раз я жду чего-то тревожного, но слышу, что и молодые ребята, люди, которые еще и ребята, не создавшие семьи, мечтают о многодетных семьях. Более половины из них хотят стать многодетными родителями. Что же происходит потом, когда они создают семьи, принимают решение о рождении третьих и следующих детей? На мой взгляд, препятствием тому является три таких, может быть, главных вида проблем. Во-первых, это законодательные проблемы. Во-вторых, это проблема, я для себя ее называю условно доступной среды для многодетных. И третье, некие ценностные установки. Все, что касается первой проблемы, хорошо подчеркнул президент вчера в своем послании. Когда озвучил те меры поддержки, они достаточно системные, которые будут уведены, а некоторые уже уведены. И в Новосибирске мы вручали первые сертификаты на рождение первенца, также льготная ипотека и так далее. Есть еще одна тема, которая уже не первый год мы поднимаем и стремимся добиться ее реализации. И уже вышли, я надеюсь, на финишную прямую решение. Это закон о многодетном, который бы уравнял то неравное положение многодетных семей, которое сегодня есть во всей России. Потому что до сих пор нет определения многодетной семьи единой, единого и унифицированного. Поэтому мы, к сожалению, сталкивались с такими непростыми случаями, когда вдруг одним розчерком пера принимались решения о лишении. Либо вот в одном из регионов, это было осенью позапрошлого года, когда один вид многодетных семей, вдруг где есть пасынки и пачерицы, переставал считаться многодетным, перестал в соответствии с этим получать пособие. К сожалению, мы вынуждены были вмешаться. Естественно, это решение было отменено, но все же есть предпосылки в сегодняшнем законодательстве, которые, к сожалению, позволяют такие шаги предпринимать. Естественно, экономика на детях недопустима. Но я думаю, что сегодняшняя встреча и ваши силы также будут приложены, чтобы в этой части было совершенствование законодательства, так как на встрече во время открытия рождественских чтений и Святейший Патриарх Кирилл и Затем Валентин Ивановна Матвиенко поддержал его идею о принятии закона многодетных, создана специальная рабочая группа, мы в нее вошли. И, надеюсь, и сегодняшняя встреча также поможет аккумулировать предложения для совершенствования законодательства в этой сфере. Вторая тема более понятная, такая близкая к каждому из нас, это проблема инфраструктуры для многодетных семей. Для многодетной мамы, для многодетной семьи порой проблемой бывает простой поход в больницу на диспансеризацию. Уж я не говорю о каких-то культурных походах, которые многодетные, к сожалению, через раз могут себе позволить, хотя хотелось бы почаще. Потому что есть старшие дети, есть младшие дети, порой вместе не поведешь по отдельности, но приходится чем-то жертвовать. Поэтому здесь развитие и содействие в помощи, чтобы была создана инфраструктура для многодетной семьи, и посещение культурных учреждений, и медицинских, и иных, которые просто сделать с одним ребенком, но не просто, когда у тебя от нуля и до шести лет, например, детки. Здесь я вижу тоже большой ресурс вашей организации, того, что создано сегодня. Возможно, опыт организации вот этой жизни многодетной семьи в закрытых городах позволит отработать на локальных структурах такую серьезную системную проблему, которую можно будет перенимать и тиражировать потом в более масштабном пространстве. Ну и третье, что хотелось бы сказать про менталитет и проценностные установки. К сожалению, до сих пор превалирует ассоциация с многодетной семьей через запятую с неблагополучием. Многодетная запятая неблагополучная, или многодетная запятая не совсем нормальная. И когда спрашивают, а сколько у вас детей, следующий вопрос всегда, все ли свои. Потому что, ну, шестеро, а что там, как-то и сразу ищут в глазах признаки неблагополучия или какого-то еще аномальности. Так вот, мне кажется, что многодетность совершенно нормальное явление, и никакой здесь аномальности нет. И мы с вами тому доказательство, я считаю. И очень важно, чтобы о многодетных семьях не показывали и рассказывали из принципа, что мы рассказываем или плохо, или никак. Потому что хорошо рассказывать скучно. Как говорил известный классик о том, что все семьи несчастливы по-разному, а счастливы одинаковы. Но так вот, нужно показать, как и счастливы-то все по-разному, находя счастье в своих детях, в совершенно разных занятиях и интересах. Это тоже богатство, это на самом деле богатство нашей нации. И о важности многодетности, конечно, сказал президент, говоря о том, что очень непростая демографическая ситуация. Поэтому, безусловно, вот сегодняшняя встреча, она очень важна. И в свете посланий президента, в свете тех задач, которые сегодня стоят перед нами. Но мне очень важно, хотелось бы отметить, что задача поддержки многодетных не только и не столько ориентирована на сегодняшних многодетных, сколько на тех молодых людей, о которых я сказала вначале. Потому что многодетные сегодняшние, они уже приняли решение о рождении следующих детей в сегодняшних условиях. А важно, чтобы те ребята, которые сегодня имеют это намерение, его все-таки приняли и реализовали. Поэтому мне очень самой нравится этот проект. Я считаю, что это будет ценное в копилку «Векторы детства-2018». Это инициатива, которую мы стартовали с 1 февраля. Институт уполномоченных ее открыл, эту инициативу. Когда в конце мая будет определен топ-10 лучших региональных практик, топ-100 лучших региональных практик, и будут вручаться премии года. Я считаю, что там должно быть достойное место для идей и интересных проектов многодетных семей. Ну и с своей стороны хотелось бы пожелать вам всего самого хорошего, здоровья, сил. Ну, конечно, здорово. И столько радости, когда в этом зале обвиняются столько многодетных родителей. Не только заботящихся и воспитывающихся о своих детях, но и думающих о будущем своих детей. И детей своих детей. Потому что на самом деле нам очень хочется решить те проблемы, чтобы наших детей было меньше. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ